...руководство милиции, но и заместитель начальника милиции. Им говорили о том, что только министерство решает вопросы о том, быть или не быть тем или иным начальником милиции. Я проходил мимо и сказал откровенно, что по закону милиции прерогатива изменения заместителя начальника милиции лежит на начальнике областной милиции. Если он захочет какого-то заместителя уволить, он его уволит. В то же время гражданам Болыни заявлялось о том, что это невозможно без Киева. Поэтому я говорю, что нашей стране нужно научиться решать вопросы на минимальном уровне. Вот я пример приведу. Сегодня я читал блог нового друга Бориса Филатова, заместителя Невербедровской областной администрации. Он там пишет, что, ну женщина пишет, на берегу Днепра поставили забор, срочно его снесите. Через 10 минут пишет. Почему мне не ответили? Все по-старому, ничего не меняется, разве вы новая власть? А Борис и ответил, что подождите, я замгубернатора, я не шел сюда на работу для того, чтобы сносить заборы за 10 минут. Я занимаюсь тем, чтобы изменить в целом всю ситуацию в области, чтобы ее оборонить, чтобы не повысить экономическое развитие. А для начала нужно обращаться на тот уровень, на котором он решается, то есть, например, на уровень начальника ЖЭКа. И потом, когда вы пройдете вот в вертикаль, с самого начала, тогда нужно идти наверх. И нужно заставлять работать, в первую очередь, внизовые звенья и доказывать им, что это их работа, что они содержатся за счет налогоплательщика. Вот это надо делать, в первую очередь. А ребята сейчас потратили 5000 гривен на автобус, приехали в Киев, который бы лучше было бы, убедив начальника областной милиции, показав ему законы милиции, что он это решает, потратить, может быть, на поддержку наших ребят, тех же Волынских, которые воюют у нас на Востоке. И вот такая ситуация. Как вы относитесь к тезису вашего еще одного друга Юрия Бутусова, который предложил там всех УБЭПов, МРЭО, отправить... Позитивно. Позитивно отношусь. Министр занимает такую же точную позицию, что наша милиция пройдет очищение определенное горнилом этой войной с терроризмом на Востоке. Тот, кто это горнило пройдет, тот, соответственно, покажет, что он за Украину. А тот, кто сейчас увольняется и отказывается ехать, скажу, кстати, на Волыне было уволено, я не помню, то ли 9, то ли 12 работников ГАИ, 12, да, которые отказались ехать в зону АТО. Почему? Ну, наверное, у них есть много других вопросов. Семья, дети. Ну, так, семьи и дети есть у тех, кто там воюет. Просто есть вопрос в том, кто готов выполнять свой гражданский долг, кто не готов выполнять свой гражданский долг. Вот такая ситуация. Скажи, как раз по поводу кадровых ротаций. Насколько кардинально они были проведены Аваковым за... Значит, впервые, впервые за всю историю Украины Аваков Ацент Борисович пригласил в кадровую комиссию при МВД общественных деятелей Егора Соболева, Юрия Бутусова, Ивиния Захарова, которые для многих украинцев, понятно, что не для всех, являются определенным критерием честности и порядочности. Но я хочу сказать следующее, что каждый человек по своему праву. Каждому кажется, что реформы идут не быстро, что нужно, чтобы это было быстрее. Я хочу сказать еще одну вещь. У нас сейчас вопрос номер один. Победа в борьбе над террористами. Без этой победы мы можем потерять нашу державность, государственность, единство и целостность Украины. И реформировать лучше всего, когда уже прошла победа. Так вот, в ходе борьбы с терроризмом сейчас и будет видно, какой генерал будет на передовой, какой генерал будет в тылу, но будет делать все для того, чтобы солдаты были накормлено и обеспечены, а кто это делать не будет. То же самое будет видно, какой старший прапорщик ГАИ, с какой области поедет в зону АТО, получив такой приказ, а какой не поедет. Вот все. Многие говорят о том, что вы просто немножко перетасовали. Бывших подняли, которые там не за сослуги, а совсем за другие. Скажешь так, увольны были как раз не потому, что хорошо выполняли обязанности, а потому, что совсем наоборот. Мой принцип следующий. Если человек, работник милиции, не совершал на своем посту преступлений, то он должен работать дальше, независимо от того, кто его туда назначал. Я приведу конкретный пример. Во время Майдана, в последние дни, когда уже был накал в простей, была фотография с неким полковником Асавельюком. Помните, она вошла весь интернет. Это снайпер, лучший в Украине. И во всем интере было описано, что это неходяи, значит, он убивает. Нашли пятый десент. Этого человека допросили неоднократно, взяли показать и все было. Оказалось, что на время Майдана, да, он приходил, он даже винтовку не брал в руки. И сейчас этот человек уже месяц отвоевал под Изюмом. Я с ним говорил на днях, хотел пригласить, чтобы он выступил перед бойцами Семена Семенченко. Он говорит, извините, у меня два выходных дня, я снова еду воевать. Вот это вот надо понимать и учитывать. Что важно не, скажем так, окрас, не близость кому-то, а важно профессионализм. Потому что только в таких вот ситуациях кризисных начинает это и проявляться. Кто из кто. Так.